Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Судей» или «Книги вождей», как я назвал ее в своем переводе, я прочитаю ее для библейского портала «Экзегет» с небольшими комментариями. Она продолжает, естественно, первую. Первая глава книги «Судей» нам рисует картину, что происходило в Ханаане после его завоевания израильтянами. Выясняется, что не такое уж это было и завоевание, что множество хананейских племян осталось там жить, они в основном были подчинены и работали на израильтян, но тоже далеко не все. И возникает вот такая пестрая картина, ну как там Кавказ, Балканы, да, то есть народы живут все вперемешку, отношения между ними далеко не всегда хорошие. И в чем, собственно, проблема? Ну, много регионов земли, где живут вперемешку разные народы, по-волчьи, кстати, тоже российская. А дело в том, что у израильтян вера в единого бога, Ханане как раз те самые закоренелые язычники, которые навлекли на себя гнев Господень. Не повлияют ли они на израильтян? Конечно, повлияют. Конечно, это все на них скажется прямым и непосредственным образом. Вот вторая глава. После этого описания первой дает какую-то богословскую оценку, как все это происходило. «Пришел из Гилгала в Бухим ангел Господень, чтобы возвестить». Вот прямо ангел приходит и ходит по этой земле и возвещает. Такая тоже простота этой книги судей. Вот еще нету храма, еще нету какого-то развитого института жречества. Пророки еще не упоминаются в каких-то вот таких формах, каких они будут потом. А вот прямо ангел приходит и всем говорит. Так все по-простому, по-деревенски. «Я вывел вас из Египта и привел в эту землю, как и клятвенно обещал отцам вашим. И сказал я». То есть ангел говорит от лица Бога. Такой ангел лица, как это в последующем будут называть. «И сказал я, вовеки не нарушу я этого союза. А вы не заключаете союза с жителями земли, а ты разрушите жертвенники их. Но вы не послушали голоса моего. Что же вы сделали? Потому говорю, не избавлю вас от этих народов, они станут для вас западню, и их боги станут для вас ловчей сетью». Вот оценка Бога всего этого. Нам кажется, мирное сосуществование. Вот людей много, культуры много, религий много. Это плохо, когда они враждуют. Ну, я полностью согласен с таким подходом. А вот книга судьи не согласна. Почему? Наверное, для того, чтобы прийти к этой толерантности, как мы сегодня ее называем, нужно было пройти через непримиримость. Нужно было понять, что на самом деле не все религии одинаково полезны. «И когда возвестил это ангел детям израилевым, то народ поднял в ополе и зарыдал. Они так назвали это место Бохим и принесли там Господу жертву. Бохим – это означает рыдание. То есть, смотрите, самое-то главное, не заключайте союз, а разрушите жертвенники. То есть, откажитесь от их религии, не смешивайтесь с этим самым язычеством. Вот то, чего они не сделали. Когда Иисус Навин распустил народ, ну, то есть, они были единым военным лагерем, а тут они пошли уже каждую жизнь, где кто пристроился, то сыны Израилева пошли каждый в свой надел, чтобы выступить во владение землей. Народ служил Господу во все дни жизни Иисуса и во все дни жизни старейшин, переживших Иисуса. Иисус Навин – великий герой-завоеватель, и его, стоявший во главе Израиля во время завоевания, и его ближайшие соратники. Вот они еще как-то держали. Ну, очень часто бывает, да, вот мы там знаем, что появляется некий удивительный святой человек, там, духовный лидер и кто-то еще. Вот при нем все хорошо. После него сразу все, ну, первое поколение еще как-то более-менее держится, а потом все валится куда и всегда, да, то есть, начинается всевозможная такая расслабуха, пьянки-гулянки и все остальное. Да вот то же самое. Книга Судьи описывает, что это происходило просто регулярно. Во все дни жизни старейшин, переживших Иисуса, ведь они видели все великие деяния Господа, которые сотворил он ради Израиля. Умер Иисус Новин, служитель Господень, в возрасте 110 лет. Похоронили его в его уделе в темнот Херес, на Ефремово-Многориях, север от горы Гааш. Напомню, что только два человека, Иисус Новин и Халев, он тоже был упомянут у нас в первой главе, они прошли с Моисеем через пустыню и вошли в Ханаан. Все остальные вошли уже родившиеся в пустыне. То есть вот такая основная тема Пятикнижия, его рассказов о странствиях через пустыню, рожденные рабами не могут войти в землю свободных людей. Есть исключение. Два человека сумели избавиться от внутреннего рабства до смерти. И вот поэтому они возглавили, собственно говоря, это вторжение. И вот когда старшее поколение отправилось к правоцам, на их место пришло поколение новое, не знавшее по собственному опыту, что сотворил Господь для Израиля. Стали сына Израиля вытворить зло пред Господом, служить Ваалам. Они оставили Господа, Бога своих отцов, который вывел их из Египта, и устремились к чужим богам, из числа богов окрестных народов, и поклонялись им, навлекая на себя гнев Господень. Господа они оставили служа Ваалам и Астарту. Энтропия. Духовная энтропия. Если оставить горячий чайник на столе, он остынет. Но воздух не сильно нагреется. Не нагреется он ощутимо от этого. А если бросить щепотку соли в стакан с водой, соль растворится. Вода станет чуть-чуть солоноватой, но соли уже не будет. А если взять единобожие, бросить его в язычество, что получится? Получится язычество с небольшой такой примесью единобожия. Что и получилось. А что надо делать, чтобы соль земли, как потом в Евангелии это назовут, чтобы вот этот огонь, который горит, они не растворились в окружающем пространстве, практически без изменений для этого пространства. Возгорелся тогда гнев Господень на Израиле. Отдал он его грабителям на разграбление, предал в руки врагов, окружавших его, так что не устоять было израильтянам перед ними. Куда бы ни отправились они, всюду настигала их наказующая рука Господня, как и предупреждал их Господь, как он им поглялся, и было им крайне тяжело. Чайник ставят на огонь, чтобы снова его согреть. Наверное, если бы чайник обладал сознанием, ему бы это не понравилось. Народ Божий, который остыл, который утратил тепло своей веры, растворив его в окружающем пространстве, практически не поменяв в этом пространстве ничего, снова ставится на огонь испытаний, на огонь бедствий. И вот всегда и во все времена люди пытались понять, почему у нас проблемы. У нас есть враги, хитрые, коварные, злобные, жестокие. Они на нас нападают, они нас истребляют. Но мы с ними боремся, мы их победим, все у нас будет хорошо. Это с древнейших времен, собственно, если посмотреть, как какие-нибудь животные стадные живут, примерно то же самое. Там какое-нибудь стадо буйволов отгоняет от себя охотящегося льва. Вот враг нападает, а мы сплотились, мы его прогнали. Израиль — это первое, пожалуй, в человеческой истории общество людей, которое говорит, враги здесь — это инструмент. На нас прогневался Господь, мы согрешили, мы утратили доверие к Нему, поэтому Он ставит нас на огонь этой войны. С врагами надо воевать, вопроса нет, но не враги причина. Но Господь избегал и вождей, чтобы те избавляли их от нашествий. Впрочем, и вождей они не слушали, блудились с чужими богами, поклоняясь им. Тоже интересно, что отклонение от единобожия сравнивается с блудом, причем Библия — это постоянная тема, вот как супружеская измена. «Охотно сбивались они с пути, по которому ходили их отцы. Те повиновались заповедям Господним, а сами они так не поступали. Когда Господь воздвигал для них вождей, то сам Господь бывал с таким вождем, спасая их от врагов во все дни жизни вождя, ведь Он миловал униженных и угнетенных, слыша их стоны». А вот, смотрите, чайник поставили, но это не значит, что Господь к Израилю относится тоже как к инструменту. Вот, собственно говоря, рождается в этом противостоянии, в этой борьбе рождается и какой-то лидер, ну, рождается не в смысле физически, он уже рожден, но он появляется, он узнает это о себе. Основное содержание книги судей. И рождается новое доверие к Богу. Если Бог сумел защитить нас от этого нападения, значит, действительно, Он заключил с нами завет. «Но едва умирал вождь, как израильтяне брались за прежний разврат, пусть и своих отцов стремились к чужим богам, непрестанно служили им и поклонялись, безоглядно упорствовали в своих делах». Ну, понятно, врагов прогнали, давайте есть, пить, веселиться, развлекаться, поклоняться всему, что только вокруг нас есть. Обычная история. Ну, вот, мы в нашей стране, и любой народ в любой стране переживает периоды получше, похуже, периоды относительного благоденствия, когда ничего не надо менять, все хорошо, все в порядке. А вот когда все действительно плохо, вот тогда становится ясен главный масштаб событий, тогда не до второстепенного. Как сделать, чтобы не было плохо? Не забывать о главном, даже когда все хорошо. Так что возгорелся гнев Господень на Израиль. И объявил он, «Этот народ приступил с завет мой, который заповедал я от самых, и голосом моему он непокорен. За это и я не стану избавлять их ни от одного из тех народов, которые остались в Ханаане после смерти Иисуса Новина. Послужат они испытанием для людей Израиля. Станут ли они неукоснительно следовать по пути Господнему, как повелось у отцов их, или же нет? Потому Господь оставил эти народы, не спешил изгонять их, не предал руки Иисуса». Слушайте, почему наш великий народ не завоевал все окрестные? Ну, кого-то завоевал, кого-то прогнал, кого-то поработил, а других оставил. Наверное, это потому, что вот мы недостаточно крутые. Наверное, это потому, что вот те народы слишком сильные для нас, не получилось у нас. А израильтяне предлагают другой ответ. Это потому, что Господь нас испытывает, потому что Он хочет проверить, будем ли мы Ему доверять. А вот эти другие народы, как и обстоятельства нашей жизни, это лишь повод для этой проверки. Ну, что народы? Вот есть враги, есть неприятели, недоброжелатели. У меня, у вас, у каждого человека. Зачем они? Они просто такие мерзавцы, которых надо уничтожить. Или это что-то такое, что позволяет Богу проверить, как мы поведем себя в отношении них, что мы переймем от вот этих нехороших, неблагочестивых людей, дурных людей. Будем ли мы такими же или нет? Вот, собственно говоря, эта книга, как и вся история Ветхого Завета, рассказывает о том, что есть Бог и его народ, все остальные обстоятельства. В третьей главе будет подробнее о том, какие. Субтитры создавал DimaTorzok